Приветствую вас на канале Калейдоскоп Вестей. Анжелика Вольская – одна из тех немногих актрис, чей творческий путь начался сразу с успешного дебюта. Когда 32-летняя Анжелика работала в рекламном агентстве, ее заметили создатели сериала «Две судьбы» и пригласили на роль одной из главных героинь – деревенской разлучницы Лиды. Сериал стал успешным и популярным. За судьбу соперниц переживали тысячи зрительниц, а Вольская играла правдоподобно и ярко. После этого посыпались предложения о съемках в других проектах. «Русские амазонки-2», «Сыщик без лицензии», «Аэропорт», «Исцеление любовью» – здесь артистка снялась в эпизодах. В 2008 году Вольская исполнила главную роль в новогодней комедии «Заходи, не бойся, выходи, не плачь». Затем были работы в таких картинах, как «Дежурный ангел-2», «Склифосовский», «Цветок папоротника», «Скорая помощь-3» и многих других. Почти всегда артистке доставались роли аферисток, разлучниц, стерв, но каждый образ был реалистичным и запоминающимся. В личной жизни, как и на экране, Анжелике невольно пришлось стать разлучницей. Первый брак со студентом театрального института Виктором Шлиповым продлился всего полгода. Вторым мужем стал Сергей Буртяк – актер, писатель, сценарист. Пара поженилась в 1990 году, а спустя год у них родился сын Андрей. Однако мужу не нравились съемки, разъезды. Он хотел, чтобы жена сидела дома, занималась хозяйством и заботилась о нем. Через 11 лет пара развелась. А через два года на съемках фильма «Сыщик без лицензий» Анжелика знакомится с актером Дмитрием Ячевским. Он был женат на своей однокласснице Татьяне, растил сына, однако признавался, что они с женой душевно отдалились друг от друга и живут по привычке. Поначалу Дмитрий просто подвозил коллегу домой, приглашал на свои спектакли, а в один момент решил признаться, что хочет развестись из-за чувств Анжелики. Женщина очень переживала, что, как и во многих своих сериалах, стала разлучницей. Но по-другому было нельзя. И несмотря на 9-летнюю разницу в возрасте, в 2006 году Ячевский и Вольская официально зарегистрировали свои отношения. Сейчас актриса продолжает сниматься, выступает с творческими вечерами. Она активно ведет страницы в соцсетях, где делится новостями, увлекается рисованием, кормит и пристраивает бездомных животных. Совместных детей с Дмитрием Ячевским у Анжелики нет. Единственному сыну Андрею уже 30 лет он пошел по стопам матери и стал актером, а также получил и музыкальное образование. Если вам тоже интересно было узнать, как сложилась жизнь одной из главных героинь сериала «Две судьбы», поставьте лайк. И не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новинки. Всем удачи!